Девушки отдыхают Ну да, ну ага. Ну, конечно, ты и чайник в прошлый раз так с плиты сняла, чуть не распаялся. Ладно, Марина, ты стой тут, а я сейчас пойду посмотрю. Тое, что реальные мужи-женка играют экранных – одна из резинок кинокартины. А для нас это добрая нагода поговорить об актерской династии бычковых задоранных. Скажется, что династий в артистичном сироте немало. Гэта так. Але навыту гэтым ярким творчым свете уже два покаленья бычковых задоранных – особная голова. И их семья усёж таки особливая. Чатыры актера. Ну, если год за два. Конкретно вот этой семье 26. Он, конечно, не знает сколько. Мальчики же никогда не помнят. Нет, уже 26, да. А если год за два? У него год за два всегда идёт. Саша – это плод семейный. Настя – плод предыдущей семьи Натальи Борисовны. Дочь прекрасного актёра, великолепного, которого, к несчастью, уже нет в живых. Папа Владимир Шевяков – очень хороший актёр был в Московского камерного театра. И замены ему в театре потом не было. Это было что-то. Алексея не недоиспытают. Ты всё на Наташе женаты. Яки ж ты не цикавны. А это кому як. Народзе написано, откажет. И он, щиро кажучи, от такого лёса никуды бегча не хоче. Можно было разыстисья, расстаться к этому модному актёрскому сяродзе. А ли на вошто? На вошто ломать, стоя, что так романтично починалось. А во всём виноват мой брат. Опять всё, вот семейственность, вы понимаете. Брат, друг моего прекрасного супруга. Работал актёром у нас. Да. Дружили. Дружили. У меня период развода. И он съездил в Таллинн к сестре. Приехал и говорит. Слышь, позвони, говорит, сестре в Таллинн. Я говорю, а что так? Нет. Ну, свяжись как-то, свяжись как-то с ней, да. Я говорю, а что так? Да у неё сейчас там бракоразводный процесс. Я говорю, что я, утешительное бюро, что ли? А сам взял и написал письмо. Говорит, пришли фотографию. А я в шоке думаю. Ну, вот сейчас пришлю, а я не в его вкусе. И что тогда делать? А я уже люблю его сил, нет. Он мне такие письма пишет на целых афишах, вот на таких вот огромных. Целиком исписано. По два письма в день. Я уже люблю без памяти. Тут вдруг фотографию надо. Ну, я ему что, думаю, надо же как-то выкручиваться. Взяла, послала ему фотографию там, где мне год. И пишу, только попробуй напиши, что тебе не нравится моя фигура. Или там, прическа моя не нравится. Говорю, вот, чтобы сразу любил. Да, потом отдельно глаза, отдельно волосы, длиннющие волосы. А глаза вырезала из фотографии, думаю, опять, ну, как-то ж надо дурить парня. Взяла из большой фотографии и вырезала. А там глаза так наверх смотрю, а ресницы у меня всегда были до бровей. Девочкам передала свои ресницы, все отдала детям. Вот. И глаза эти туда наверх. Этот опупел. Я поступил честно. Я прислал фотографию, где я сам, и с Юлькой. Да, с дочкой. С дочкой, да, со старшей дочерью, и послал туда. Вторую фотографию тут же, в этом же письме, он с гитарой стоит. И заросший. А рубашечка та, которую ты до сих пор носишь, Лешенька. Вот так клетчатая, твоя любимая. Это ж сколько ей годов-то? Года с 75-го она у тебя? На 70-е. Да, на 70-е. Вот с тех пор семья-то, собственно. С 78-го, 78-го года. Пастернаковская лёсуперокрыжеванья – это абсолютно их выпадок. Один театр, одиное житьё. Это просто чудо. Какое счастье, что мы сюда переехали. Я вот нашла себя только здесь. Хотя я сама россиянка, я сама из Брянска. Там родилась. Родители папа с Урала, мама с Владикавказа. У Алёшеньки родители из Донецка. Яны народилися у семьях далёких и от театра, и от кинематографа. Кожны переец своей биографии, яны разглядаюць, як особное жыццо. У их нават театральныя альмаматер розная. Один учился у Минску, другая – у Гитису. И гэта было одно жыццо. Затым мы грали на розных сценах. Один на Гомельской, другая на Талинской. И гэта было яшче одно жыццо. А як сустрелесе – новое жыццо. І ніякая з їх нельга назвать репетицієй. Пстроля меня обидели. Я сначала сидела-сидела где-то полгода, и говорю, Алексей Михайлович, ну вот здесь вот можно было бы выйти мне вот там со швабры, там это самое, пройтись по сцене, там другая актриса, почему вот её ей дали, а мне нет. Вот там это самое. Нет, говорит, режиссёр хочет, чтобы ты в главной роли появилась, чтобы это был дебют прямо настоящий, натуральный. Вот. Ну и поставили спектакль «Жизнь бьёт ключом», по-моему, назывался, где дали мне главную роль. Я, вы знаете, как-то вообще, я, наверное, у меня не актёрское нутро. У меня никогда не было такого, что вот я хочу главные роли, что дайте мне, почему не дают. У меня в моей жизни вот до сих пор, как спрашивают это самое, какая у вас любимая роль. А я вспоминаю все самые лучшие эпизоды из разных спектаклей, думаю, боже мой, это ж я всегда выходила после этого эпизода с такими овациями, что главным героям иногда и не снилось. Прошу, пана! Чужих в хате нет. Нема! Нема! На Грецина! Передохнуть! Попрошу, крошу, пани и пана сядать. Прошу, сядать. Садись, дочка. Перебываюсь. Далеко поедите? Нет. Недалеко. Да вот. Многу надёрла. А может, паня и паня и агарь против? А что вы не против? Креп, не дай отказ. Садись, мать. Хлеб, плеку, саду. Странное дело. Вроде бы учились вместе в одно время, в школу одна. Приехали как-то сюда Алиников со Стояновым. И вот после их концерта, когда у них брали интервью, его что-то спросили по поводу работы. Он говорит, какая же это работа? Это же удовольствие. Моя работа – это просто сплошное удовольствие. И вы знаете, вот я со следующего дня буквально пришла в театр. У меня как раз ханума была. Я впервые за много-много лет отпустила себя. Не думала о том, как, что, а чего это сам текстом. Потому что я стала получать удовольствие. Теперь Алексей. Прыгожая, по-соправдному, мужчинская знешность. Рост, постать, умение носить костюм любой эпохи. Голос и качувать у самых далеких кутках глядельные залы. Увогу ли есть, от чего замерти? Чем от с ней забиться жаночему сердцу. Зрешты, героичным репертуаром актер Николи не обмяжовывался. Природное почуття гумору дозволяло ему упривоживать своему делам любую комедию. Первая роль, я не знаю, первая роль, это вот наш, как мы называем его, боевик, который на стационаре, только на стационаре прошел более трехсот раз. С любовью не шутят. Вот, а там гитарная роль у меня была, чудика какого-то такого. Костюмы, шпаги, это все в традиционной... Лосины. Лосины, которые забыть просто невозможно. Это вам шло? Шло. Ну, вы представьте себе, мы приезжаем на гастроли в Севастополь. Как только жара, как только дорвались до этого берега, стали загорать, естественно, сгорели все в первый же день. А у нас два спектакля в 4 и в 7. И эти лосины, которые не пропускают воздух, которые тело не дышит совершенно, и мы натягивали их. А вот так, милок, и мучаемся всю жизнь. Да. За нами ездили, если, допустим, вот мы, Херсон, Николаев, гастроли такие. Из Херсона люди переезжали в Николаев, чтобы посмотреть этот спектакль. Кожная новая роль изменяя, ускладняя актера. Ты начинаешь по-новому разбираться у свете, у человека. Починаешь познавать, спробовать. И у тебя это застаётся. Алексей Бышков анализуя мотивы усих своих адмовных персонажев и раптом разумея, что и тут, и там у основе ляжить жаданне, каханне. И думая, может, у него моральные принципы скажёные. Начальник железнодорожной станции в последней нашей премьере это мой второй опыт ношения живота. Роли характерные, что Собакевич, что вот начальник вокзала здесь и сейчас. Конечно, это помогает. Это моя придумка была. Я предложил режиссёру, они за это дело ухватились. Они придумали, так сказать, уже ход режиссёрский, где откровенно, прямо на сцене, меня наряжают, надевают эту толщинку. Интересную книгу читаете? Это старинная книга. А-а-а, старинная, старинная. Я понимаю, книги они чем старее, тем лучше, правда? У меня тоже когда-то была очень интересная книженция с картинками. Человек очень добрый, да, не читающий книжек. Книги большой, большой порог. Областной литературной премией имя Кириллы Туровского отзначена книга Алексея Бычкова «Каханне на адлеглости зорок». У сборника вошли три пьесы. Одна из них, яка дала назву «Усёй книзе», створена по мотивах романа Михаила Рассолова «Канцлер» Румянцев-Гомельский. Из Сталина, где я проработал два с половиной года, семья ещё оставалась там. Я приехал сюда, уже работал в театре, и у меня вдруг возникла какая-то органическая необходимость работать с белорусским языком. Я, русский, родился на Украине, и, ну, конечно, живу в Беларуси. Органическая необходимость. Я обложился словарями, книжками какими-то, и я написал две пьесы на белорусской мое, пьесы-сказки. Одну из них я сам поставил у нас в театре, она прошла там благополучно более ста раз. Йон был у лик у перших, кто взялся у свой час за реализацию проекта «Театр у Турме». Подобные проекты есть у США, Швеции, России и Украине. А идея належит шведскому актёру, письменнику-режиссёру Йону Йонсон. А ли то, что рубит Алексей, немая аналогов? Это уникальный опыт, где нигде его нету. Шведы привезли и показали один человек, Йон Йонсон, показывал своего рода спектакль, как бы беседуя с осуждёнными. Но это совсем другая, другая форма работы. А формы могут быть самые разные, но вот такой, как у нас, её нет. Нет нигде. Алексей Михайлович прописал театр у «Зоне» на целых 13 годов. Але коли шведы граў сам, то ў Бышкова на сцене актёры злику осуджаных. Мэцца на увазе з набором артыкулов криминального кодексу. Нигде в Европе, нигде там, даже ещё западнее, там нет возможности создания таких вот крупномасштабных спектаклей. Ну, крупномасштабные спектакли я делаю, собираю там исполнителей. И вот 11 человек сейчас в последнем спектакле у меня. 11. И то, что сейчас министр МВД заинтересовался этим проектом, это очень мудрое было решение пропиарить в хорошем смысле этого слова. Потому что мы были за окном, в общем-то, довольно пространстве. Нас знали там на уровне департамента. А сейчас это приобрело огласку. Послушай, милочка, но какое твоё дело? Сидишь тут и сидишь. Я могу узнать хотя бы на то, что сейчас час. Настяк минут, начислава устроить. Услед за колонией номер 4, театральное життё закыпело и в инших поправчих установах Беларуси. Что до проекта Бычкова, яго адрозневая тое, что минавито яго проект, вытримливая выпрабаванне часам. Докопаться до глубин души человека, який спотыкнулся, и накеровать его думки употребным керунку, вось сутность незвычайного проекта «Театр у Турме». Высший суд – это там. 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 Только полночь опустится, как догадка о том, что уже не отпустится, ни сейчас, ни потом, что со счёта не сбросится, ни потом, ни сейчас, и что с нас ещё спросится, ещё спросится с нас. Ранее як было. На премьеру своей на вот самой маленькой роли запрошаешь в «Театр Полову Омеля». А зараз Алексею просто нема часу об этом подумать. И он на редкость запотропованы. Фигара здесь, Фигара там. Фигара пошёл в городской центр культуры репетировать в народном театральном коллективе встреча и ставить спектакль очередной. Фигара бежит на зону репетировать очередной спектакль. Фигара бежит на репетицию в колледж железнодорожный репетировать очередной спектакль. И, естественно, театр. В каком классе-то я обнаружил? В первом цифровочном пыре. Никого не хотел опускать и выходить. Не ага с балета, с голова. Ах! Едет первый класс, и скелета, ещё голова болит. А? Всё, давай, собирайся, куйчай, она встаётся здесь, хорошо? Я здесь. Здесь на вокзале. Ну и не подумал. Послушайте, мадам. И шагу. Без меня вы не уйдёте. Я не могу долго ждать. Я и так опаздываю на 4 минуты. Я же скоро. Без меня вы не уедете, слышите? Никто не уедет без меня. Что нет? Что нет? Что нет? Как вам не стыдно? Твои мужчины, с одной женщиной, саживайте ночью, с поездом в степи. Вот, позвольте, какая же это степь. Ну и степь так есть. Что у меня? Что? День? Жизнь? Она сумасшедшая. Меня нужно. Что вы? Меня как видите? Скажите. Ну скажите. Зразумело, что у справы передачи спадчины важна не только генетичная схильность, а ли осяродье выхованье. И всё ж примовка, яка ствержает, что на детях природа отпочивая, не зусим докладная. Хуча и стереотипная. Настася Задорина, и весь час на сцене доказывая, что не фамилия я ей изробила, а она сама себе. Кто может на руках спуститься там по глобусу с высоты трёх метров? Я? Кто может пролезть вот в такую вот щёлку красиво в танцы, чтобы это было там сексуально? Как-то я могу. И кто-то говорит, что ты высовываешься, что ты в первые ряды рвёшься. А так и надо. Ну это моё убеждение. И только так можно доказать, что и так тебя заметят, и так увидят в маленьком эпизодике, да вообще даже не в эпизодике, где-то в массовке, что ты можешь чуть-чуть лучше, чуть-чуть больше. Вздор, вздор! Я ещё нахожу маленько, чтобы у вас слишком много поэтических вдохновений. Вы, вы женщина поээ. В полном смысле этого слова это вас не так и называют. Уважение. 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 Невозможность и вздорность их вас не останавливает. Ну, не секрет, что я вернулась после продолжительного отсутствия. Пять лет я не работала в Гомевском драматическом театре. За это время я поработала ещё в двух театрах. в Могилёвском областном драмтеатре и в Вологодском государственном театре ордена «Знак почёта». Вологодский театр, конечно, это шикарная школа для меня была. Там, конечно, роли были даже, можно сказать, посильнее и покруче. И практически можно только мечтать о таком репертуаре. Душу-то я свою всё равно загубила. Как мне по нём скучно. Как мне по нём скучно. Уж коли я не увижу тебя, так хоть ты услышь меня издали. Радость моя. Душа моя. Репертуарный лист, когда подавала, по приходу сейчас вот уже в театр, 50 с лишним к 60 названий за почти 20 лет творческой деятельности. В следующем году будет юбилей такой маленький. И среди них есть очень хорошие, значимые роли. Хотя до сих пор могу сказать, что моя любимая роль в спектакле «Пойти и не вернуться». Это эпизодическая роль. То есть просто эпизод. Даже не в начале и в конце, а один эпизод. Маня. Я обожаю и скучаю по ней. И до сих пор вспоминаю с большой нежностью. Хотя переиграла много и главных. Я так и знала. Тоже мне. А не завтращик. Он его в соблазне отбудет. Не слушай. Не слушай. А у него это. Ну может он не такой. Может он убивать не хочет. Ведь не хочет. А он в лес. Он же тихий. Он тихий. Он же курицы не обидится. А он в лес. А вот и не ладно. Вот и не ладно. Ах ты, партизан, а ты. Сам, как волк. Недоветанный в поле сушат. И еще других звали. И хлеба, и пудай. Иди. Слышишь? Иди, откуда пришел. Играла Настасия Задора на шмат. Ствараючи на сцене самая розная жаноча характеры и типажи. От наивных, грязливых девчинок до буйных комичных або драматичных типов. У творах Гоголя, Астровского, Достоевского. Своей героиня актриса наделяла поэтичной жаноцкостью. И разом с тым драматизмом, який глибоко краняя. А вот молодшая з артистичной династии бичковых задоранных Александра на сцену вышла у 4 годы. То была роль маленькой ассоли. У спектакли фунсовые ветрадзи. Празгод, и она уже играла у 12 ночи. За ее доглядала уся трупа. Батьки ее одразу сумленно попередили. Мавляв, хочешь стать саправдной актрисой, ведай, Гэта небеспечна для життя. Тому, шо ўсе пачуці. Интымныя думкі саправдны актер выставляя на патрыбу пуглицы. Але не кожному удается раскрыть душу. А каля трямоваецца, Організм можа не выдрымаць. Але Александру подобными попереджанями было не запалохаць. Маленькая роль – это все равно интересно. Вот стоит пять человек на сцене, Но ты можешь быть не таким? Можешь. Интересно это сделать? Интересно, чтобы заметили именно тебя. В такой момент он срабатывает. Это не соперничество. Нет, не я стану перекрою всех. Вот видите, я первая стою, а вы там сзади. Нет, можно стоять в линию, Но при этом буду смотреть на тебя. А как это сделать? Вы стоите в одинаковых костюмах, допустим. Стоите, да, а что-то сделать по-другому? А в чем-то себя как-то найти? Решение какое-то, будь то прическа, Какой-то аксессуар, что-то, может быть мелочь такая, А она будет заметной. И над этим подумать, когда готовится спектакль, Над этим интересно. Не говоря уже о какой-то более большой ролик, Который тоже тебе дают. Как-то надо ее решить, как-то надо ее сделать. Вы не такой добрый человек! Убери руки, я сказал! И это будет хорошо со мной. Ты видишь, как она в состоянии? Она сейчас никуда не может идти. Вся краска с глаз потекла. Катрин, вам нужно немедленно сходить. Вау! Актерская семья – семья нетрадыцыйная. Нейкие святы – это не про их. Бо их профессия – стварэння свята. А дома – отпочинок от свята. Вось бизнесмены або экономисты. Яны все хочуть быть артыстами. Им не хапая свята у звычайным житті. Творчасти в житті не хапая. Життё сяродлішбаў и паперак. Навад калі гэта банкноты великое вартасті – гэта сумна. Актеру не треба гэта гарабіць. У яго професія – дарыць свята. Самая выдатная професія в свете. Гэта неверагодная чування. Володання глядзельной залай. Гэта добраохвотна рабства глядацкая. Улада празмастацтва. Толькі театральны артыст можа гэта выпрабываць. «Ой, пропадет он, говорил, Твоя буйна голова».